Их снова посадят за стол переговоров. И у министра здравоохранения Ульяну Супруны, членов профильного парламентского комитета, так распорядился премьер. Все ради того, чтобы снова обсудить медреформу и снять все конфликты. Комитет внес в первоначальный документ Минздрава около семи сотен поправок, но депутатские руки до голосования за медреформу на этой неделе так и не дошли, а споров вокруг нее было предостаточно. Пациентские организации и МОЗ агитировались за принятие документа, мол без нее украинская медицина окончательно впадет в кому. Но в комитете против, якобы реформа недоработана. Против были и профсоюзы, они даже акцию протеста организовали, причем это был не просто митинг. Активисты во главе с председателем конфедерации профсоюзов Михаилом Волынцом забаррикадировались в здании Минздрава и потребовали руководителей министерства к себе на переговоры. Вокруг пообещали организовать палаточный городок. Ну а Михаил Волынец и вовсе объявил голодовку. В требованиях профсоюзов фактически полный отказ от всего, что планирует Минздрав. Мы подавали заявку до двух тысяч и, виявляється, пришло и приехало из региона. На эту акцию уже больше пяти тысяч людей. Даже сами не ожидали, что люди настолько стурбованы станом справ в медицине в Украине. В бюджете Украины на этот год закладено 6 миллиардов гривен на централизованную закупивлю леков для наших медицинских закладов. В медицинские заклады не поступило никаких леков. Нуль. Зеро. И как лековать людей?